Расскажите, пожалуйста, что за встречи сегодня здесь происходят? Сегодня проходит встреча Бориса Вишневского с местными жителями, на которой обсуждается вопрос предполагаемого строительства дороги через удильный парк. А чем это строительство плохо? Почему жители против? Ну, потому что тут несколько моментов. Первый, то, что это понятно, что это большой удар по экологии. Второе, в общем-то, парк имеет и, кроме экологической ценности, еще и историческую. Все это просто будет во вред парку, во вред жителям, во вред экологии района. То, что они хотят сделать. А звучали ли сегодня какие-то предложения, что можно с этим сделать? Предложение одно, отменить строительство. Хотя бы потому, что эта дорога, в принципе, городу не так уж и нужна. Расскажите, пожалуйста, а что уже было сделано или, может быть, планируется сделать для того, чтобы эта трасса не была проложена через парк? Борьба за удильный парк идет 11 лет. Многократно вносились предложения по изменению генерального плана, по изменению закона о зеленых насаждениях общего пользования, чтобы вот эта территория вдоль железной дороги была бы выведена из зоны транспортной инфраструктуры, была включена в зону Р-2, была включена в ЗНОП. Ну, с одной стороны, пока она туда не включена, с другой стороны, многолетние усилия, митинги, пикеты, сбор подписей, обращение депутатов привели к тому, что на данный момент трассы никакой нет. Тем не менее, опасность сохраняется, потому что в проекте генплана нового, который был в августе прошлого года, вынесен на общественное обсуждение, предусмотрено прохождение магистрали М-7 по тоннелю мимо железной дороги через удильный парк. Было подано много предложений, в том числе я их подавал, по исключению из генплана возможности прохождения трассы через парк. Обсуждаться это будет только в октябре-ноябре этого года. Сейчас появились еще планы после подписания некоего соглашения о намерениях с банком ВТБ, что эта магистраль пройдет аж в Шпалерной улице, и опять она идет через удильный парк на сервис по эстакаде над железной дорогой. Это опасно, во-первых, для самого удильного парка, чрезвычайно потому, что все равно часть деревьев будет погублена, во-вторых, это придет к непрекращающимся пробкам в центре города. Сейчас граждане собирают подписи и в интернете, и живут, как здесь, за то, чтобы отменить это соглашение, отказаться от планов строительственной магистрали. Результат зависит, как всегда, от уровня общественной поддержки. Скажите, пожалуйста, а сколько подписей уже собрано за сохранение удильного парка и против трассы? Живыми подписями собрано уже порядка пяти тысяч, плюс у нас есть петиция ВКонтакте, которая собрала около 25 тысяч голосов. И на Change.org там немного, в районе там тоже, наверное, 50 тысяч голосов уже собрано. Скажите, куда вы собираетесь направлять собранные подписи? Мы собираемся направлять, разумеется, в Смольный, мы собираемся направлять президенту Российской Федерации. У нас уже есть текст, вот мы сейчас подписи собираем, сканируем, и все это прикладываем вместе к письму, и продолжаем все равно второй этап сбора подписей.